Один из страхов диабетиков – остаться без главного лекарства. Новость о возможном дефиците инсулина из-за санкций напугала россиян с сахарным диабетом. Россия долгое время зависела от западных лабораторий, но все же запустила программу импортозамещения. В публикации коммерсанта говорится о том, что внутреннее производство зависит от импортного сырья. Но в прислужбе Минздрава России сообщили, что основные мировые производители инсулина, несмотря на ситуацию, продолжат поставки в Россию. Такие публикации появились сегодня в СМИ, в том числе успокоил диабетиков Интерфакс. Также, по словам властей, запасы импортного препарата в аптеках практически не отличаются по объему поставок в прошлом году. Еще одна новость про сахар, правда, уже не в крови, а в напитке. Кока-кола и Пепси уходят из России. Такая информация заставила грустить любителей этих сладких газировок. Как сообщалось на сайтах, гендиректор компании Пепсико опубликовал письмо для своих сотрудников. В нем он напомнил о более чем 60-летнем существовании на территории России. Несмотря на это, Рамон Алагуарте заявил, что бренды перестанут продаваться на территории Российской Федерации. Однако, уже сегодня другие СМИ опубликовали опровержение. По словам базы, речь шла не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты. Так что утолить жажду известными напитками россияне смогут. Для любителей бургеров и картошки фри тоже нашлась неприятная новость. После информации о закрытии Макдональдса они надеялись на KFC. Но после того, как в интернете начали публиковать, что и эта сеть закроется в России, расстроились еще больше. Позже выяснилась новость фейковая. Американская корпорация Ambrance объявила о временном прекращении работы лишь 70 ресторанов в России.